Урок 25. Задача первая. Приведите к общему знаменателю алгебраические дроби. Знаменатель первой дроби. Разность квадратов можно представить в виде произведения двух множителей. Знаменатель второй алгебраической дроби. Давайте рассмотрим. Общий множитель 4а надо вынести за скобки. В скобках будет а минус 3b. А теперь первую дробь домножить. И числитель, и знаменатель на дополнительный множитель 4а. Потому что такого множителя нет в знаменателе первой дроби. А дополнительный множитель второй дроби – а плюс 3b. Значит, надо домножить и числитель, и знаменатель второй дроби на а плюс 3b. Вот и получится, что дроби приведены к общему знаменателю. Общий знаменатель 4а умножить на а минус 3b умножить на а плюс 3b. Задача вторая. Приведите к общему знаменателю дроби. Знаменатель первой дроби – разность квадратов. Можно представить в виде произведения а минус 4 умножить на а плюс 4. Знаменатель второй дроби – это квадрат разности а минус 4 в квадрате. Дополнительный множитель первой дроби – а минус 4. Дополнительный множитель второй дроби – а плюс 4. И домножая и числитель, и знаменатель на дополнительный множитель, получаем дроби, приведенные к общему знаменателю. Задача третья – решить уравнение. Прежде всего, надо привести к наименьшему общему знаменателю 10. Дополнительный множитель первой дроби – 5. И числитель и знаменатель умножаются на 5. Здесь 1, здесь 2. Затем, вот так как привели к общему знаменателю, знаменатель можно отбросить и выполнить действие с числителями. Получится вот такое уравнение. Раскрываем скобки. Затем надо упростить. Это взаимно уничтожается, сумма будет равна нулю. Так, что получится? 30х равняется минус 45. Значит, х равен минус 1,5. Задача четвертая. Пусть n – натуральное число. Найдите общий знаменатель дробей. Знаменатель первой дроби. Х в степени 8n минус у в степени 8n. Знаменатель второй дроби. Х в степени 4n минус у в степени 4n. Знаменатель третьей дроби. х в степени х в степени n минус у в степени n. Общий знаменатель этих дробей – х в степени 8n минус у в степени 8n. Потому что можно по формуле разность квадратов представить вот в таком виде. Вот здесь будет как раз знаменатель второй дроби. Затем еще раз по формуле разность квадратов представить в виде произведения. И затем еще раз по формуле разность квадратов представить в виде произведения. Это знаменатель третьей дроби. Итак, общий знаменатель – это знаменатель тот, который у первой дроби. Задача пятая. Существует ли натуральное двузначное число, равное утруенной сумме его цифр? Давайте обозначим число десятков этого двузначного числа буквой А, а число единиц буквой В. Значит, вот так можно представить это двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых. И это число равно утруенной сумме его цифр. То есть сумма цифр А плюс В, умноженная на 3. Раскрыть скобки, упростить. Получится следующее равенство. 7 умножить на А равняется 2 умножить на В. А и В – это цифры двузначного числа. Единственный вариант, который подходит – А равно 2, а В равно 7. Потому что 7 умножить на 2 равняется 2 умножить на 7. То есть это число – 27. Сделать до 3 умножить на 23 умножить на 15 умножь. Предfortил который выдвиг Couldn't To Отечеству. Подождать про Спират speaking. Продолжение следует...